Привет всем! Вы на канале Велари Лайф. Несколько дней назад я сделала кератинирование своих волос и эту процедуру я, конечно же, провела дома. Все детали того, как же это сделать дома и какой кератин я использовала, вы можете посмотреть вот в этом видео. А сегодня я хочу поделиться с вами своим мнением относительно этой процедуры, нравится она мне, не нравится, какой эффект я приобрела, все плюсы и все минусы, а также поделиться уловками, ну или лайфхаками. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Сегодня я хочу с вами поделиться своими лайфхаками или, если говорить по-русски, уловками, которые мне пригодились при кератинировании в домашних условиях. И, конечно же, я не собираюсь отговаривать тех девчонок, которые уже загорелись этой идеей. Потому что, как ни крути, если ты чего-то хочешь, то лучше это сделать, чем сожалеть о том, что ты этого не сделал. Ну и к тому же кератинирование в домашних условиях намного, намного дешевле, чем эта же процедура в любом, даже самом дешевом салоне. Поэтому, девчонки, для начала мои уловки. Я сделала несколько записей, потому что, если бы я сейчас рассказывала вам без шпаргалки, то однозначно бы что-то забыла. Всем известно, что перед тем, как обработать волосы кератином, их нужно тщательно вымыть шампунем. И, конечно же, все производители кератина рекомендуют покупать в комплекте шампунь для мытья волос. Но, девочки, вымыть голову можно самым-самым простым шампунем, который вы можете купить в масс-маркете для жирных волос. Этот шампунь идеально уберет все загрязнение и все жиры с ваших волос. Поэтому я не считаю необходимым покупать кератин и шампунь в комплекте. Это сделает покупку более дорогой, но этот шампунь вам не нужен, поверьте. Кератин прекрасно будет работать на ваших волосах, если вы их помоете самым обычным шампунем для жирных волос. Но перед тем, как вы будете мыть волосы шампунем, обязательно хорошо их расчешите. Потому что после мытья волос вам нельзя их обрабатывать никаким кондиционером. И расчесать их будет очень и очень сложно. И чтобы сильно не травмировать волосы, потому что эта процедура и так нанесет достаточно травм. Так вот, чтобы не травмировать сильно волосы, перед мытьем хорошо их расчешите. И когда вы будете мыть голову, то намыльте корни волосы и аккуратненько распределите шампунь по всей голове, не спутывая волосы. После того, как вы их смоете и просушите полотенцем, вам будет намного легче их расчесать. И тем самым вы не будете дополнительно их травмировать. Как известно, кератин имеет специфический, сильно едкий химический запах. Первый раз, когда я делала кератинирование в домашних условиях, я делала его в ванной. И никакая вытяжка меня не спасла. Поэтому, девочки, я вам рекомендую делать кератинирование на улице. В этот раз я делала кератинирование у себя на террасе, плюс я добавила вентилятор, потому что, когда наносишь кератин, да, уже есть едкий запах, но этот едкий запах появляется тогда, когда вы начинаете разглаживать волосы утяжком, тогда запах вообще невыносимый. Поэтому, если у вас нет террасы, как у меня, выйдите на балкон. Девочки, если вы живете на первом этаже, выйдите на улицу, я вам рекомендую, ничего страшного, спрячетесь где-нибудь, но не наносите кератин в закрытом помещении. В крайнем случае, если так случилось, что вы делаете эту процедуру в холодное время и на улицу выйти просто невозможно, обязательно откройте все окна и делайте это с вентилятором. Тогда у вас не будет вот такого эффекта, как было у меня. Также, когда вы уже нанесли кератин на волосы, нужно поддержать его 20-30 минут. Если есть возможность, то находитесь это время на открытом воздухе, на балконе с книгой, на террасе. В крайнем случае, если, как я уже сказала, прохладная, холодная погода, то не закрывайте окна и не выключайте вентиляторы, чтобы была циркуляция воздуха. И самое главное, делайте эту процедуру без детей. Пусть на это время бабушки, дедушки, подруги, друзья, муж, кто угодно заберет детей из комнаты, потому что реально запах очень едкий. Ну, так как кератин – это такая химическая смесь, то не забывайте, что всю процедуру нужно проделывать в перчатках. То есть вы вымыли голову, там перчатки не нужны. Но когда вы наносите кератин на волосы, когда вы уже высушиваете свои пряди утюжком, обязательно руки должны быть в перчатках. Еще. Когда вы наносите кератин, девчонки, не надо затрагивать корни волос, тем самым вы не будете травмировать кожу головы и вы оставите небольшой объем на ваших волосах. Поэтому отступите 2-3 см от корней волос и наносите кератин по всей длине. Когда подошло время выравнивания волос утюжком, то начинайте выравнивать волосы с задней части головы, постепенно-постепенно подходя уже к челке. Это вам позволит тщательно проработать все пряди, ну и челку оставить на потом, потому что если вы начнете выравнивать с челки, то на момент того, когда вы уже закончите эту процедуру, челка может помяться. И вам придется ее выравнивать еще раз. Поэтому, чтобы не травмировать волосы возле лица, их лучше выравнивать самый последний момент. Как известно, после того, как вы обработали волосы кератином, волосы нельзя закалывать примерно 3 дня. Их нельзя заплетать, с ними ничего нельзя делать, даже нельзя закладывать вот так вот за уши. Но, девчонки, правда такова, что если вдруг так случилось, что вам нужно принять душ, потому что волосы же намочить тоже нельзя, а принять душ с такой длиной, как у меня, и мне намочить волосы, сами понимаете, это нереально. То после того, как вы закололи волосы, приняли душ, обработайте их еще раз утюжком, то есть разгладьте свои волосы утюжком, и волосы станут на место. Также в течение дня, если вы что-то готовите, или у вас маленький ребенок, или вы просто устали от своих волос, заколите их слегка крабиком. Крабик не заломит ваши волосы, ну и тем самым вы хоть как-то избавитесь от волос у лица. Дальше. Что вам хочу сказать относительно того кератина, с которым работала я. На второй день, то есть на вторые сутки, волосы уже не заламываются. То есть получается, что используя тот кератин, с которым работала я, мне достаточно не закалывать волосы всего лишь одни сутки. На вторые сутки так сложилось, что мне пришлось закалывать волосы, потому что мы купались в бассейне, что ли, я уже не помню. И когда я начала их выпрямлять, я поняла, что они ни грамма не заломались. То есть смотрите по своему кератину. Мой кератин на вторые сутки уже работает, то есть уже волосы не заламываются. Да, вот еще, что забыла по поводу утюжка. В некоторых видео, когда я просматривала, как же делать кератинирование, девочки говорили, что достаточно пройтись по пряди 5-6 раз. Девчонки, я вам хочу сказать на личном опыте, у всех волосы разные. И не 5-6 раз, кому-то достаточно 2 раза, а кому-то недостаточно и 10 раз. Вы должны утюжком, который работает на максимальной температуре, пройтись по пряди ровно столько раз, чтобы прядь стала идеально гладкой, сухой и гладкой. И только тогда можно сказать, что можно переходить к другой пряде. Ну вот и все мои уловки для кератинирования. Я вам желаю удачи. Если вы загорелись, то обязательно попробуйте, потому что это интересная процедура. Теперь я хочу поделиться с вами своим мнением относительно кератинирования. В этот раз это уже была вторая процедура и она провелась намного легче, потому что я делала ее на открытом воздухе. Но, девчонки, что я заметила, то что волосы уже не были такими гладкими, как это было при первой процедуре. Дальше, как ни крути, кератинирование держится максимум 2,5 месяца. Я не буду спорить, возможно, есть какие-то средства более едкие, более профессиональные, но не держится кератинирование 6 месяцев. Мой кератин 6 месяцев не держится, он держится 2,5, даже можно сказать 2. Конечно, это зависит от того, как часто вы моете волосы. И, конечно же, не забывайте, что волосы нужно мыть без сульфатным шампунем. Но я также консультировалась с девчонками, у которых свои салоны, и они мне по секрету сказали, что не держится кератин полгода. Поэтому, ну, не верьте в чудеса. Если вы делаете кератин дома, то да, ну, 2,5-3 месяца нормально. Если вы делаете кератин в салоне и вам обещают полгода, и вы платите за это определенную сумму, наверное, жалко. Что я еще заметила? Вы знаете, после второго раза эффект намного хуже. волосы стали больше ломаться у концов, они стали более тонкие. Мало того, что они осветленные, плюс я их пожгла утюжком, когда выравнивала. То есть волосам это очень и очень не понравилось. И на сегодняшний день у меня уже волосы после, наверное, четвертого мытья головы. Потому что лето и мыть редко волосы фактически невозможно. Мне кажется, в этот раз кератин продержится еще меньше. Буду ли я делать еще раз эту процедуру? Девчонки, даже и не знаю. У меня еще остался кератин, наверное, на один раз. Но если после первого раза я была в восторге, волос был очень гладкий, он даже не укладывался, то сегодня, после четвертого мытья, я вам могу сказать, что нет еще виден эффект кератина, но очень-очень слабо. То есть во второй раз он отработал намного хуже. Но тут все зависит, скорее всего, от кератина. Поэтому, если вы загорелись, то попробуйте. Но прежде чем попробовать, изучите рынок и выберите средства не самое дорогое, но, наверное, не самое дешевое. А потом напишите свои отзывы. Все, девчонки, спасибо, что посмотрели. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого-самого хорошего. Оставайтесь всегда свежими, красивыми, молодыми и улыбчивыми. Всем пока.